А надо просто понять, что влюбляться не в женатых, это аскеза для женщин всегда. Потому что они дикие, не женатые, они дикие. А женатые, они домашние все. И мало того, что они домашние, они еще и исправленные, то есть они уже лучше. Потому что женщина же воспитывает мужчину всегда по своей природе, она воспитывает. А вам воспитывать мужчину тяжело. У вас как бы воспитательные способности слабые, тяжело вам, тяжело это дается. Когда вы видите, человек уже такой культурный, воспитанный, вам это нравится. А кажется, он воспитанный уже кем-то. Поэтому вам придется все-таки понять это, осознать, осмыслить, что нужно настроиться. Женщина вот встречает того, на кого настраивается. Нужно на другую волну настроиться. Нужно настроиться на людей, которые не такие вот, как бы, уже тепленькие. Означать чистота, внутренняя чистота. Нужно почувствовать мужчину, который связан с другой женщиной. Это очень, ну, как бы, плохо, когда ты даже смотришь на такого мужчину, который связан с другой женщиной. Вам надо научиться видеть эту связь у мужчин и сразу игнорировать таких людей. Даже не заводить отношения. Даже взгляд не должен падать никакого человека. Спасибо. Вы научитесь это делать, вы поймите, что это вопрос вашей чистоты внутренней. Женщина, чувство собственного достоинства женщиной не должно позволять вообще даже подходить к себе мужчине, у которого есть семья. Чувство собственного достоинства не должно позволять. Так устроена психика. Она чувствует это и игнорирует внимание такого человека. Вам надо помолиться, подумать, понастраиваться и у вас все получится. Пораскаиваться еще важно, потому что это может быть наказанием тоже, когда вы неправильное решение приняли в своей жизни какое-то. Потом вы становитесь наказаны уже за это. Понимаете? У меня такое подозрение, что сначала было не так, как сейчас. Что у вас Бог вам дал возможность найти себе человека, не связанного ни с кем сначала. Но вы, мне кажется, с ним нехорошо вошлись. Вспомните. Я как раз была в 5 лет отношениях с женатым мужчиной. А до этого ничего не было? Ну, до этого ничего не было. Хорошо, все. Я услышал, да, услышал. Ну, это значит, до этого было раньше, чем вы помните из другой жизни. Ну, как бы есть наказание определенное. Нужно помолиться, раскаяться и... Уже год, скажем так, раскаяться. Замечательно, все, супер. Продолжаем. У вас все получится. Все большое. Ну, вот вы, флоточки, да. А, вы можете как-то добавить? Да, давайте. Ага. Вот он уже играет. Вы сделаете, как хорошо сами. Это день, быть может, где-то дарит. Мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет. На речной плане. Звук нормально, вы считаете, да? Негромкий? Нормальный? Громкий? Надо вам сделать, пишет. Сами. Я снижаю. Все, да, нормально, да? Хорошо. О том, что все пройдет, вспоминать не надо. Так. Как? У меня в сфере ситуации мало складывается, но проблема с здоровьем, у меня она складывается, обследуется, лечится. Отмечается, я не понимаю, что она не понимает, почему она не хочет. Что она делает? Но проблема с ней должна начинается. И вот как можно ей помочь, если это, ну, как заставить ее на это? Если вы понимаете, не надо. Вам надо сейчас подумать не о том, как вы его сможете вдохновить, а о том, как вам выстоять в этой ситуации, которая сейчас на вас надвигает. Вам надо стараться стать крепче. У вас сейчас идет очень неблагоприятный период, и вам надо стать сильнее просто. И эту песенку для вас включает. Вы должны понять одну вещь, что есть вещи, которые мы не можем поменять. Вы предлагайте усилий, сколько можете, для того, чтобы ее сводить в больницу и все прочее. Но даже если вы ее приведете в больницу, не думайте, что прямо сильно все это сразу поменяется в ее судьбе. Сейчас на нее действует очень тяжелая судьба, очень тяжелая. Пытайтесь, но не чувствуйте себя Богом. Вы не Бог, чтобы все как бы решается высшими силами, сколько нам жить, когда нам уходить. Часто люди не хотят это все менять, они хотят жить по законам, которые на них действуют свыше. Поэтому они как бы не дергаются. Вот это правильный вопрос для вас. Силы исходят от кого-то всегда, запомните, через веру и любовь. Вот если вы во что-то или в кого-то верите, через звук вы можете оттуда взять силы. Также силы берутся из природы. Когда ты двигаешься на природе, что-то делаешь с радостью, с любовью на природе. Допустим, я сегодня бегал по парку и где-то через какое-то время начал чувствовать деревья и их силу. Они начали мне помогать быть здоровым. То есть надо быть чувствительным к природе, чувствовать и радоваться ей и двигаться на природе. Это дает силы. Нужно заботиться о людях, активную жизненную позицию, друзьям, выбрать знакомым. Когда вы для них что-то делаете хорошее, в это время, когда они радуются, вы получаете силы. Когда вы активно взаимодействуете с Богом в том направлении, где вы верите, где вы чувствуете, что вам нравится. Когда вы что-то служите Богу, когда вы что-то делаете для Него, тогда вы получаете силы. Но есть одно но. Но заключается в том, что когда человек обесточен, первое, что теряется, это его сила воли. Он уже не может ни на природу идти, ни друзьям что-то делать, ни молиться. Знаете, что каждый человек имеет свободу выбора, жить ему или умереть. Если человек в этот момент, когда у него нет сил, соглашается с тем, чтобы просто бездействовать, этот человек готовит себе уход из этого мира. таким он будет. Поэтому именно в это время, когда нет сил, человек должен восстать, он должен делать то, что ему должно помочь. Если у вас слабость физическая, нужна природа. Если вы чувствуете психическое истощение, нужны люди. Если вы чувствуете, что вы непреодолимое препятствие в жизни имеете, а это вот то, что сейчас нужен Бог. Рядом вот девушка в черном. Вы не должны сейчас выходить из равновесия, отчаиваться, терять веру. Не надо. Это самое главное для вас. Нет. Хорошо, спрашивайте, я уже ответил. Вера, она одна. Трудности всегда рушит веру. Они не всегда могут быть счастливыми. Да. Бывает такое, что вы не сможете их сделать счастливыми. Сейчас такая ситуация у вас, вы не сможете их сделать счастливыми. Даже если вы сильно захотите. Пройдет какой-нибудь период? Конечно. Все пройдет, и печаль, и радость. Да. Это вот песня, я не виноват. Нет, он уже заканчивается кризис. Среагировали, а он уже все, уже как бы, уже меньше кризис. Это у вас сейчас личный ваш кризис пошел. В стране уже лучше становится. Да. А ваш личный пошел только пару месяцев назад? Да. А он продолжил что? Недолго. 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 Я поэтому говорю не теряйте веру. Пармесят три и все нормально будет. Неправильное мышление. Нет. Вам надо понять, что сейчас у вас трудности не в семье, а в ваших силах. У вас нет сил, и поэтому все рушится. Вам надо наполняться силой, вам нужно сейчас свежий воздух, природа, бег, там еще что-то, зарядки. Нужен свежий воздух, деревья, лес. Вот что вам надо. И через это вы станете лучше в отношениях с близкими людьми. Через это вот. Ой, не-не-не, это диссертация, я не смогу. Все вопросы с зала прям. Мне не надо много читать, чтобы человеку что-то сказать. Если человек пишет, значит, он мне не доверяет. Он думает, что если я не пойму его ситуацию, не смогу дать ответ. Тогда нечего спрашивать. Тем более, что записки, конечно, садитесь сейчас, сколько я сейчас поговорить с ним. Вы не волнуйтесь, все нормально, мы все решим, сто процентов. Да, в этом причина. Причина нет сил. Вы же сами создаете в семье ситуацию все. Ну, потому что у вас нет сил. Вы передайте мужу, что в этом проблема, что у вас сейчас вы обесточены. Женщина, когда обесточена, они мучают всех, кроме себя. Это длинная тема уже давно как бы длится. Нет, это в лекции мы будем сегодня об этом говорить. Нужно просто понять тактику, то есть первый шаг – молитва, второй шаг – служение, третий шаг – добрые отношения без глубины, просто по-доброму вести себя и все. Вы сразу лезете в отношения, это не надо делать, у вас нет допуска. Я на лекции буду об этом говорить, потому что сейчас вы спросили. По нашей теме лекции сегодняшний. Давайте включим, потому что он беспокоится. Здравствуйте, Василий Большой. У меня мучились вопросы. Я пытался задать решать. Вопрос меня волнует. Что это мне настаивать на общении с сыном? Потому что, чтобы общаться с сыном, мне нужно выходить на контакт с бывшей супругой. Я вижу ситуацию. Давайте вот с чего начнем. То есть, первый вопрос. Видите, вы поняли, что вопрос супруги, да? И вы не сможете исправить эту ситуацию просто отношением с ней, потому что она находится в гневе сейчас. Этот гнев возник не сейчас, он возник раньше. Потому что, как бы, вы повели себя определенным образом, что, в принципе, логично, но не для женщины. Ну, то есть, вы повели себя нормально, как мужчина, но для женщины это нелогично и нормально. И это вызвало у нее жуткий гнев, протест. То есть, это все не закончилось сейчас. Она с вами ведет войну сейчас. Нужно капитулировать. Сказать ей, ты права, я неправильно вел себя в жизни с тобой. Нам так сказать, не значит, что вы неправильно себя вели, просто это нужно для нее, чтобы ей легче стало. А потом ситуация расслабится и с сыном тоже, как бы, невозможно пройти туда, где закрыта дверь. Я говорю просто, что идет в это повторение жизненного сценария. Я невольно повторяю твою историю, твоего общения, это то, которого в вашем не было, в моей жизни. А сейчас, это вот, семейные истории все эти. Я сейчас вам расскажу. Понимаете, если ты хочешь посмотреть на свою личную жизнь, посмотри на жизнь своих родителей. Дело в том, что у нас в судьбе все именно так запрограммировано. То есть, сначала идет анонс о нашей жизни. Анонс приходит в детстве, когда мы видим жизнь своих близких, ну, своих родителей, там иногда через жизнь брата, если ты его сильно любишь, или жизнь сестры, ну, старшей, имеется в виду старших. Человек видит свою судьбу. Но он не знает еще об этом, что это его судьба. Эта судьба, она идет с прошлой жизни. То есть, то, чего вы не помните, ну, я об этом изучаю серьезно. И то, что вы говорите, я согласен с вами, что вот это повторение, оно повторяется, но оно, это не значит, что будет такой же результат, как и у вас с отцом, такого результата не будет. Потому что вы уже отработали часть своей судьбы. У вас будет лучший результат. Вот сейчас мы пришли к этому мысли о том, что вам надо наладить отношения с женой. Но до этого с бывшей... Это она так говорит. То есть, вы начнете с ней по-доброму себя вести. Что бы она ни говорила, то есть, вы по-доброму начнете себя вести, у нее сердце оттает и... Мне кажется, что у человека, у которого очень глубокая психологическая травма из детства, и я даже понимаю, какая у моей супруги подтравма, исключительно из-за родителей, вот нелюбви такой же, понимать, и отец бросил, не издевали, с нами все, и все, и все, и бездом ушло. И вот эту вот... Ее жертву она хочет конвестировать в некую борьбу, она борется всю жизнь со всеми. Так что сейчас у меня прекрасный есть объект, и борется константнее своей. Она не будет меня терять как объект, против которого она может бороться. А вы, как бы, это... Вы сейчас рассказали объем работы свой. Вот, а вы не поддавайтесь. То есть, вы... Я не поддаю тебе просто прикрыть, вообще нет. Вроде, после того, как я, как бы, отдал ей, ну, добровольно все, что можно сделать, а она просто поддала там... Вы же знаете, что она... Вот вы говорите сейчас о ее сломе, на ее надломе, а вы знаете, что она добрый человек внутри. Когда вы встретились, она велась очень по-доброму. Просто были обстоятельства, ситуация в жизни у вас была, которая сильно ее напрягла, это напряжение ее сломало. Потом надлом сейчас превратился в ее стиль жизни. Но это ничего не меняет. Если вы к ее доброте начнете обращаться сейчас, то она выйдет наружу через некоторое время. Понимаете, у вас есть два варианта. Первый вариант – смотреть на надлом или на свой объем работы и пугаться. или начать что-то делать. Ну, я... 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 Один и просто ответ я слышал от всех сторон. У нас куда-то опять, вот, где-то, может, подробь. Через старый месяц вышел с вами на контакт, и я буду не бросать... Мне неправильное мышление. Я буду протестовать. Ребенок сейчас нуждается в вас. Если вы будете сейчас... Игнорируете это, то он от вас откажется. И будет точно такой же сценарий, как у вас с отцом. Поэтому... Вам надо сейчас сначала прилагать усилия по отношению к своей жене, и также прилагать усилия по отношению к ребенку. Даже в сердце своем ему желать счастья, добра, и пытаться, как бы, донести до него любой ценой, что вы его любите, и так далее. Никакой изоляции это неправильное мышление. Но... Поймите, что вопрос даже не в том, будут ли у вас отношения с ребенком стоить. А вопрос стоит в том, что через ребенка сейчас Бог хочет решить главную проблему вашей жизни. Это проблема категоричного отношения к женщинам. И в природе женской. Вот эта истеричность, напорость, и все это... Просто часть женского характера не является чем-то таким страшным. Если это не воспринимать страшным, если ты, как бы, по-доброму относишься к тем, что женщины склонны так себя вести, то они успокаиваются сразу. Быстро успокаиваются, кстати. Ага. Может быть, вы успокаиваются, но не какие-то размеры... Вот степень размеров... Я понимаю. Вы говорите... В какой случае это? Вы говорите о силе, влиянии судьбы на вас. Ваш случай, не могу сказать, что... бесконечно тяжелый. То есть он исправимый. И вам просто надо принять этот путь. согласиться с тем, что вы сейчас пойдете этим путем. Вы не соглашаетесь. И тогда сценарий, о котором вы говорите, отчужденности вашего сына, будет стопроцентно сработать. Но если в этот путь сейчас будете проходить, то даже в самом начале ваша возможность быть ближе к ребенку начнет возрастать. В самом начале этого пути, когда еще она не почувствует, что она должна смягчиться по отношению к вам, она уже смягчится по отношению ваших отношений с сыном. Просто попробуйте этим путем. Попробуйте. Спасибо. Попробую, конечно. Я хочу для вас комментарии, но очень важно, не забывайте. Я еще не закончил с вами говорить. Я точно знаю, что вы не попробуете. Потому что вы меня путаете с психотерапевтом. Я не хотел бы сейчас вам доказывать вашей жизни свою правоту. Пожалуйста, попробуйте. Серьезно подумайте, как смягчить ее отношение к вам. Раскаяться, по-доброму себя повести, пожалуйста. Сделайте это. И вы увидите, как облегчится ваша жизнь. То, что в женщине находится тяжелого, это просто все показуха. На самом деле, если вы просто правильный путь принимаете, вся эта стена рушится очень быстро. В отличие от мужчины. С мужчиной все по-другому. Нам надо просто принять правильное решение, ей сразу она начнет снимать, пойдет спад вот этой силы, которая сейчас на вас влияет. Сила проклятия с прошлого. Она действует через нее, потому что так действует ваша собственная судьба. Это не ее желание вас разрушить. Так действует ваша судьба через нее. Но если вы принимаете свою судьбу, не против нее, тогда у нее нет возможности вас разрушать. Все. Вот, сейчас я увидел, что вы меня помните. Спасибо. Попробуйте сделать такой путь выбрать. Он тяжелый, но он самый правильный. И еще одна вещь заключается в том, что через отношения с этой женщиной находится ключ вашей личной жизни целой. Потому что с женскому началу ваше сердце сейчас напрочь закрыт. Вы не сможете близко принять отношения ни с кем больше. Потому что вам надо сейчас вот этот краник открыть, этот ключик. Принять вот эту природу женскую, в которой она проявляет себя, разрушая все вокруг. Ну, принять, что такое бывает, это нормально для женщин. А женщинам хочу сказать, что у женщин есть три природы. Первая природа – это благословляющая. Женщина благословляет всех, в том числе и мужа. Вторая природа – это обучающая, то есть она обучает. И третья природа – проклинающая. Когда женщина включает вот эту проклинающую природу, она разрушает в первую очередь саму себя всегда. Ну, она думает, что она отомстит как бы мужу там, но она прежде всего нестит саму себе, разрушает саму себя. И еще один момент. Выключить эту силу разрушающую женщина может только сама, согласившись с этим. Никто не сможет ей помочь, если она сама не поймет, что это неправильный путь в принципе. Путь бунта и разрушения – неправильный путь. Он приводит к никуда. Никуда человека привык. Спасибо. Мы подняли с вами очень сложную тему, нужную для обсуждения. А кто говорит? А я вам уже не давал слова. Вы хотите со мной поговорить? Вы слушаете мои лекции? Да, слушаю. Давно? Ну, года с полтора, два. Вы будете слышать, будете принимать мой ответ? Да. Хорошо. У меня в основном складывается отношение с каменой. Когда у меня семена, когда у меня семена, когда у меня семена, когда у меня семена, вдруг происходит какая-нибудь мелочь, какое-нибудь неприятное недоразумение, он начинает отсказывать меня такими словами, которые, ну, мне кажется, за частью и в родину, долго не всегда говорят. Но у меня семена, через это очень сложно, очень, очень часто. меня уже семена. И почему это делать, я понять не могу, потому что мама настаивает на том, что он меня очень сильно любит. И в принципе, я знаю, что он меня любит, но почему он так ведет себя при этом, я объясню, что никак не могу. Я сейчас вам объясню. У любви есть два вектора. Один вектор называется служение, и очень сложно исполнимый это вектор. Человеку вот того, кого он любит, очень трудно служить, потому что ему хочется прежде всего от этого человека получить что-то, получить счастье. Второй вектор это желание получить, называется привязанность. Знаете, что его вектор, он очень сильно любит вас, но вот это желание получить что-то от вас, а именно то, чтобы вы делали так, как он хочет, у него очень сильно. и из-за этого, этого сильного вот такого желания, он срывается, теряет сама блокдайна. Причина вот такого поведения вот здесь. В это время он не понимает, что он травмирует вас, и что он ведет себя неправильно, он тоже не понимает. Он в это время очень сильно в отчаянии находится, внутренним отчаянием. Есть только один способ вам выйти из этой ситуации. Это понять, что старшие иногда тоже нуждаются в снисходительности. Мудрость такова, что старшие иногда тоже нуждаются в снисходительности. Если вы поймете, что он такой же человек, как все, понятно, он папа, но он тоже человек, у него есть недостатки. Если вы поймете это, то, несмотря на то, что вы его уважаете в сердце как отца, вы при этом будете к нему снисходительны и будете понимать, что у него есть недостаток вот этот серьезный характер. И когда вы это поймете, вы успокоитесь. Сейчас вы не хотите признавать, что отец имеет недостатки ваши. Поэтому... А? Ну, надо признать, надо принять, недостатки есть у всех. И это не значит, что он плохой. Он хороший, но при этом в этом мудрость младшего заключается, мудрость человека. Если младший сохраняет хорошее чувство к старшему, видя все его недостатки при этом, это означает, что он мудрый человек. Станьте мудрый, у вас нет другого выхода. А повлиять на него как-нибудь может? Нет. Это не выход. Вы не сможете на него повлиять. Есть разные виды судьбы. Допустим, когда человек имеет отношение с младшими, то через любовь и прощение младшему он может на него повлиять. Это тоже младший, это тоже моя судьба. Я через прощение младшему могу на него повлиять. В отношениях с равным, например, муж-жена, надо договариваться. То есть влияние означает, что мы принимаем друг друга и начинаем в беседе, пытаемся договориться. А когда ты связан в отношениях со старшим, то единственный способ повлиять на ситуацию это на нее не влиять. Ну, то есть, когда ты строишь отношения с старшими, надо, наоборот, очень смиренной стать, и тогда старший успокаивается. Но если ты хочешь его исправить, сделать лучше, он не успокоится никогда. Ну, то есть, есть вид такой судьбы, который нельзя напрямую исправить. Перед ним надо быть смиренным, подчиниться. Вот, например, подходит к тебе, допустим, бандит с ножом. Если ты слабее его, ну, значит, ты младше его, получается, слабее, и ты начинаешь там, да, там, все, значит, получишь нож. То же самое милиционер, он тебя берет за шкирку, там, пойдем в участок. Если ты начинаешь там права качать, то же самый результат. Он старший, он милиционер, он власть. Я уж не говорю о директоре завода там, если он против тебя что-то неправильно делает, и ты в это время хочешь правду доказать, то будешь точно уволен с работы. точно так же с отцом. Такой же результат. Есть вид судьбы, который не исправляется с помощью бунта. Он исправляется с помощью послушания, смирения, спокойствия, стабильности внутренней. Старший трезвеет, когда видит, что младший спокоен. Ну, тогда старший будет еще больше заводиться, даже бесконечности. Если я не буду смириться на него, они будут плакать за него. Супер, отлично. Это означает смирение. Причем, если вы будете плакать и говорите ему, папа, я такая дура, я не смогу сделать так, как ты хочешь, он вообще сразу успокоит. Если вы слезы, ваши на себя будут направлены, а не на него. то сразу он расслабится. И будьте вас даже жалеть. Скажет, нет, ты у меня умница, все нормально. И так же в отношениях с мужем тоже. Муж может быть равным, а может быть старшим. Когда он отстаивает какие-то принципы семьи, то в это время он старшим становится. И если женщина как бы сопротивляется в это время, мужчина начинает все крушить вокруг себя. А если она как бы смиренно говорит, да, ты прав, но я такая дура, я не смогу это сделать, как ты говоришь, и заплачет даже еще от этого, то он сразу расслабится, скажет, нет, все нормально, все ты сможешь, все успокоится сразу. То есть так же женщина может быть старше и в отношениях с мужчиной. Если она вам говорит, ты прекрати гулять-то, кобелина моя и наглядная. Ну и она, допустим, вот так говорит, он не должен бунтовать в это время, он должен вредно себя вести. Сколько вам лет? Да. Спасибо, что вы пришли на мой лет. Это редко, когда молодые такие люди приходят на меня. У вас сильный разум.